отец алексей здравствуй здравствуй снова да и мы снова будем говорить с тобой на ты о том что интересно современному человеку и будем пытаться понять интересно лет тебе тема искусства тебя когда-нибудь интересовало ну приходилось сталкиваться с искусством своей жизни в своей жизни или или смысле ты что-нибудь делал из нет вот ходишь вокруг и говорят вот это искусство это не искусство ты не верил не всегда каким образом искусство влияет на людей на прямым образом влияет искусство это самовыражение одного человека или группы людей да это попытка проявить вовне то что вот в человеке есть там не всегда чего-то хорошее не всегда конечно конечно не всегда и поэтому может это может быть хорошо может плохо сейчас на мой взгляд людей больше интересует развлечения чем искусство ну искусство стало частью развлечений стало ли все таки для того чтобы воспринимать искусство требуется ну на мой взгляд предлагать какие-то усилия я просмотрю любой фильм и мне будет легко получить от этого удовольствие получить удовольствие от карт какой-нибудь картины уже гораздо тогда надо понять что есть искусство что кинематограф не искусство я не знаю музыка не искусство мне интересно спросить тебя это все что-то искусственно хорошо высокое искусство и низкое искусство скажем так кинематограф низкое искусство нет почему же есть высокое искусство но есть то что пипл хавает, а есть то, что пипл кое-как переварить может. Это ведь разница большая. Ты хочешь, чтобы мы вырезали эту фразу или оставили? Нет, нет, нет. Зачем вырезать? Про пипла я имею в виду. Да. Хорошо. Ты считаешь своим долгом оккультуривать людей, подводя их к каким-то высоким форумам искусства? Такой цели особо нету. Я скорее считаю своим долгом хотя бы показывать, что вот это вот не искусство, а больше похоже на паскуство. Вот так. А насчет высокого искусства, ну тут уж пусть специалист этим занимается. Книги. Нет ничего проще. Ты читаешь. Ну, стараюсь. Мы все еще читающие нация? Все еще пытающиеся читать. Но это как-то сходит на нет. Ну, этого стало определенно меньше. Священники общаются с своими прихожанами по поводу каких-то прочитанных книг? Да, но большей частью по поводу прочитанных книг на духовной теме. А читаешь ли ты вообще в принципе какую-то светскую литературу? Ну, роман. Вот недавно ехал в поезде дневном и читал Ильфа и Петрова. Наверное, перечитывал. Сознайся. Наверное, читал. Первый раз? Думаю, что читал первый раз. Да, раньше фильм все больше смотрел. О, то есть ты идешь на контур-волне к обществу. Если раньше все читали, теперь смотрят фильмы, ты раньше смотрел фильмы, теперь читаешь. Нет, я просто выходил из дома и первое, что под руку попалось, это был Ильф Петров. Надо было взять с собой в поезд что-нибудь. Оказалось очень хорошо. А скажи, так же в театр ты случайно не ходишь? Шел по улице, смотрел театр. Сейчас нету времени. А вот до этого ходил. Мы жили в Минске долгое время, и там есть такие маленькие, уютненькие театрики такие, куда было очень приятно сходить. Церковь, по-моему, раньше не очень как-то хорошо относилась к театру. Ну, раньше, совсем раньше, там несколько тысячелетий, например, назад, когда в театре играли по большей части рабы и играли достаточно странные вещи. Сейчас отношение изменилось. Ну, сейчас, например, вот в наше время. Ну, сейчас как-то все спокойно. Естественно, что ко всякому разврату и прочему всему, что можно увидеть на сцене, относимся отрицательно. И если есть риск попасться на это, то лучше не ходить вообще. Но если есть какая-то классика, то почему нет? Мне пугает классика в театре, потому что обычно ее пытаются поставить так, как ее никогда никто не ставил. И как раз именно на классике можно попасться на какие-нибудь... Ну, вот мне повезло. Я в то время, когда туда ходил, как-то не попадал. Хорошо. А классическая музыка? Хорошая штука, но вот с трудом. Самое легкое из нее как-то так... Вивальди еще нормально? Да, в виде фона какого-то на жизнь. А вот так, чтобы сидеть, слушать... Баха. Пока не понимаю. Ну, скажи, а Баха от Вивальди ты же отличишь? Конкретную вещь Баха, которую помню, шутку, например, от времен года Вивальди, наверное, отличу. С трех нот. Да, вот как-то вот... Ну, с трех, не с трех, но так в целом и в общем понятно, что это разные вещи. А что-нибудь другое Баха, от чего-нибудь другого Вивальди, не знаю. А Моцарта от Сальери? То есть все уже понятно. А зачем люди вообще, на твой взгляд, ходят слушать классическую музыку в концертные залы? Можно нормальную аппаратуру дома поставить и... Живая музыка, которая передает и несет в себе энергетику тех, кто играет в том числе. Это совсем другое. Никакой аппаратуры этого не заменишь. Да ты просто сноб. Простите? Сноб? Истолковать слово можно? Ну, ты же просто ставишь себя выше нормальных людей. Ты просто ценишь вещи, которые можно не ценить. Почему? Ну, разве нет? В чем здесь выше нормальных людей? Нет, ты действительно считаешь, что ты это прям чувствуешь, что музыка через аппаратуру и музыка вживую, она совсем по-другому на тебя действует. Мы на мою свадьбу в свое время звали пианиста, в частности, который играл вживую на рояле. Ради вот этого всего? И это было здорово. И если поставить запись на музыкальном центре, и что? Совсем разные вещи. Хорошо, а в живописи у тебя такие же тонкие предпочтения? Такое же отсутствие познания, как и в музыке. Но ты никогда не будешь смотреть репродукцию, обязательно пойдешь смотреть картину вживую? Нет, если куда-то позовут и в уездном городе Энске надо будет посетить какую-то достопримечательность, то будем смотреть то, что есть. Но, конечно, смотреть репродукцию Троицы и саму Троицу это немножко разные вещи, если говорим про Рублева. А вообще в музеях, там, где картины висят, священников встретить можно? Можно. Только чаще всего они по гражданке одеты. Почему? Ну, как-то так вот. И так все пальцем показывают, так вот как-то здесь так вроде как. Спрятаться и полюбоваться? Не то, что спрятаться, но просто, чтобы поменьше к себе внимания привлекать. У нас же до сих пор жизнь такая, что священник на улице в Подряснике, это как из зоопарка что-то сбежало такое. О, смотрите, смотрите. Из зоопарка и сразу же в картинную галерею. Скажи, священники в принципе находятся на более высоком культурном уровне по отношению к своим прихожанам. Не вообще про людей, а по отношению к тем, кто приходит в церковь. То есть ты можешь привить что-то такое, чего не было в твоих прихожанах? Это всегда бывает очень по-разному. Я служил одно время на приходе, куда собирались часто люди, имеющие непосредственное отношение к консерватории, классической музыке и так далее. И обеды за... Вернее, разговоры за обедом по поводу очередной симфонии там кого-то, чего-то просто вводили меня в ступор, потому что я ничего не знаю про это. А в какой-то другой среде, где шутка Баха не очень хорошо отличается с трех нот от времен года Вивальди, можно и блеснуть какой-нибудь фразой. Ну, только в этом нет никакой самоцели. То есть, например, ты никогда не будешь заставлять себя специально разбираться, например, в классической музыке, выводя себя на какой-то новый уровень, чтобы потом было удобно разговаривать с теми людьми. Буду только, если удастся решить все те задачи, которые более приоритетны по сравнению с образованностью в области классической музыки. К священнику редко приходят за классической музыкой. К священнику вообще не приходят за классической музыкой. Хотя есть исключения. Не слишком ли мы рафинированно рассматриваем искусство? Если сделать опрос в маршрутке, то никто не будет знать, никто такой Моцарт, никто такой Вивальди и что такое картины. Ну, не так все под черным черно, но явно, что народ живет другим, с большего. Другим искусством? Каким? Матерные слова пишут на заборах. Да. Красивым образом, красивыми шрифтами. Иногда нематерные, да. Ну, иногда нематерные, да. Живет этим. Это красиво? Определенное. Бывает красиво, если только там, где надо. А когда вагон электрички расписан, то как-то не очень красиво. Ну, снаружи. Попса, телесериалы, искусство. Скажи мне. Пожалею тех, кто этим занимается. То есть, тебе кажется, что это даже... Фи. Фи и дрянь. Ну, дрянь, да. За исключением каких-то отдельных, искренних вещей. Все это никуда не годится. Искусство должно приводить человека к Богу. Ойли. Ойли. Потому что искусство есть творчество, есть проявление тех талантов, которые заложены в человека. Кем? Ну, извините, Богом. У меня другого ответа нет. И когда вместо возвышения человеческого ума вот, на человека там вываливается на сцене все, что может вывалиться, то... Это не то, что приводит тебя в восторг? Ну, это... Да. А что тебя приводит в восторг? Ну, вспомни какое-нибудь произведение искусства, какое-нибудь явление искусства, столкнувшись с которым... Природа. Море, закат, костер. Ну, это же не искусство. Но это не то, что сделал человек. Это сделал Господь. Да. А придумай то, что сделал человек. Придумай, вспомни. То, что сделал человек? Да. Только не называй, например, марку своего автомобиля. Нет, нет, нет. Это тоже искусство. Своего рода, да. Хотя... церковь покрывана Нерли. Троица Сергеева Лавра, если про архитектуру говорим. Ряд целых католических соборов в европейских столицах. Это то, что потрясает. Ну, да. Почему-то да. Это то, что ты можешь посоветовать людям посмотреть? Да нет. Нет. Чтобы советовать человеку посмотреть что-то, надо понимать, что этот человек любит, на каком он уровне находится и что может с этого уровня быть следующей ступенькой для него. Ведь человек должен идти по этой лестнице вверх. И если ему сказать, что это фигня, давай вот туда, через эту пропасть сразу шагани, человек не сможет. Поэтому все эти советы дело достаточно неблагодарное, разве что в узком кругу у тех людей, которых ты понимаешь и больше того, которым ты реально можешь дать этот совет, потому что еще же самому надо быть в этой области чем-то хотя бы. Но в любом случае это путь наверх, хоть и постепенный. Хоть и постепенный, хоть и с самого низа. Но это путь наверх. Должен быть. Спасибо. В разговорах на «ты» был священник Алексей Котельников со своим отношением к искусству. До встречи. Пока.